Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня мы расскажем вам о том, что происходит в стране после убийства Алексея Навального, о событиях на фронте и о мировой реакции на это убийство. Юлия Навальная только что объявила о том, что она будет продолжать дело Алексея. Она призвала сторонников и просто людей антипутинских взглядов стать рядом с ней. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе, говорит Юлия. Видео выложено на канале Алексея Навальный. Обязательно его посмотрите прямо сейчас. Четвертый день. Тело Алексея Навального не могут забрать родные. Сначала сотрудники колонии говорили, что тело в Салехарде и его забрали следователи Следственного комитета. Потом начали происходить непонятные события. Вроде как в морге его нет, он вообще не работал на выходных. А теперь вроде как адвокатов туда не пускают. В Следственном комитете врали про какую-то повторную гистологическую экспертизу, хотя раньше заявляли, что проверка закончена и никакого криминала в смерти нет. Главный патологоанатом окружной больницы Салехарда отказался отвечать, где тело Алексея. Про причину смерти говорят тоже путаницу. Сегодня рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Мало того, что их не пустили внутрь, одного из адвокатов просто вытолкали. На вопросы, есть ли у них тело, сотрудники просто не отвечают. Следственный комитет говорит, что проверка смерти продлена. Она продлена до 10 дней и это может продлиться сколько угодно долго. Просто издеваются над близкими и не говорят нам правду. Очевидно, что врут. Продлевать проверку они могут специально до 30 дней и потом еще больше. Очевидно, что им есть что скрывать. Это мы уже знаем по истории с отравлением с новичком в Томске. Схема такая же. Просто затянуть время, потом продлить еще на какое-то время. При этом они говорят, что вот-вот мы обязательно вам отдадим тело. Что вот-вот сейчас экспертиза будет. Получим результаты экспертизы и тело отдадим. Конечно, они понимают, что они врут. Журналисты Медиазоны смогли изучить записи видеокамер на переправе между Салихардом и Лабетнанги. Если не считать вертолет, то это единственная дорога, по которой из колонии в Харпе можно попасть в Салихард. И в ночь на 17 февраля на запись попал кортеж в сопровождении ДПС машина в Сина. Потом какой-то первая ДПС машина, потом какой-то серый седан, в Синовская буханка и в конце колонны еще одна машина ДПС. Вероятно, тело перевозили именно в этой буханке. Это единственный случай за сутки, когда машины госструктур двигались колонной. То есть тело намеренно спрятали перед прилетом матери адвокатов. Мы требуем, чтобы семье немедленно выдали тело Алексея, призываем вас этого требовать. Менее чем за двое суток. Больше 50 тысяч человек отправили обращение в Следственный комитет с требованием отдать тело семье. Спасибо вам огромное за это. И спасибо вам за все стихийные мемориалы в память об Алексея. Они появились в более чем 140 городах России. Это в очередной раз подтверждает, что Алексея знают и любят по всей стране, несмотря на все заверения пропаганды в обратном. Даже после того, как силовики разрушали мемориалы, они все равно возникали снова и снова. Люди приходят и приходят даже сейчас. Многих задержали более 400 человек за два дня. Больше всего в Петербурге. Около 200 человек. Вы настоящие герои. Я напомню, что штрафы задержанных мы обязательно оплатим. В описании к видео будет вся информация. Навального система боится до паранойи. Настолько, что в Барнауле женщину пытались задержать у памятника жертвам репрессий из-за футболки со Стивеном Карлом, который играл в сериале «Офис». Сериал, который Алексей очень любил. Потому что силовикам показалось, что это портрет Навального. Вот до такого абсурда тоже доходит. Или вот репортаж на канале «Москва-24». Посмотрим мы? Посмотрим. А что это за место? Что это за место мне не говорят, но, видимо, какой-то двор или парк. Ну, то есть, либо ведущая просто прикидывается, либо реально не знает, что это словецкий камень, которому люди несут цветы в память об Алексее. Даже если реально не знают, то и в ухо ей никто не говорит специально, что за место, чтобы в эфире случайно не произнесла. Алексей боится даже после смерти и будет продолжать это делать, потому что у него много сторонников. Его дело будет жить и дальше. И мы лично об этом позаботимся. Юлия Навальная возглавит эту борьбу. А фонд борьбы с коррупцией продолжит работу. Он, очевидно, конечно, изменится. И в ближайшие дни мы примем решение о том, какие это будут изменения. А лично Путин был, есть и будет политическим трусом, который даже никогда не мог произнести имя Алексея. Но теперь будет жить с ним всю оставшуюся жизнь. И мы сделаем все, чтобы причастные к этому убийству за все ответили. А я еще раз призываю вас не верить слухам непроверенной информации. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы поликует наша команда и Кира Ярмаш в социальных сетях. При этом адвокаты не дают никаких комментариев. Это тоже так и решено. Путин и его армия продолжают войну и убийство украинцев. На выходных российские войска захватили Авдеевку. Всю целиком, включая промзону коксохимического завода. Это произошло после того, как ВСО оставили город под угрозой окружения. Выходить пришлось небольшими группами. Где-то выйти так и не удалось. Трагически завершилась оборона укрепрайона Зенит. Там оставались шестеро раненых украинцев. А затем российские военные опубликовали кадры с телами погибших. Есть подозрение, что их просто расстреляли. Еще один подобный случай произошел в районе Бахмута. Рядом с селом Веселое. Там российские военные убили двух сдавшихся солдат ВСОУ прямо в окопе. Показать эти страшные кадры мы вам не можем, но они не оставляют сомнений в том, что совершено военное преступление. Что касается нынешней ситуации в Авдеевке, то бои там продолжаются уже на новых рубежах. Российская армия штурмует Ласточкина. И пока непонятно, где остановится наступление. На какой линии ВСОУ стабилизирует оборону. За время штурма Авдеевки с осени прошлого года российские военные потеряли около 47 тысяч человек и около 1500 единиц техники. Такие данные приводят украинские аналитики. Точно установить пока невозможно, но порядок цифр выглядит близким к реальности. Помимо Авдеевки, российская армия наступает в районе Тернов, Белогоровки, Бахмута и Новомихайловки. Но без заметных успехов. Самые активные атаки идут в районе выступа Работина-Вербова. Здесь путинские части смогли продвинуться на километр к северу, создав выступ к западному от Вербова. Одно точно понятно. Российские войска активизировались и пытаются провести наступление, пользуясь недостатками снабжения украинской армии и в первую очередь дефицитом боеприпасов. Юлия Навальная в ближайшее время выступит на саммите Евросоюза в Париже. Убийство Навального потрясло без малого весь мир. Просто посмотрите сами, так выглядят первые полосы газет. Это не только на Западе, а вообще по всей планете. СМИ писали об убийстве от Японии, Кореи и Гонконга до стран Латинской Америки. Иностранные политики тоже активно высказываются об убийстве. Было очень много заявлений. В власти США, генсек НАТО, представители Евросоюза, президенты, вице-премьеры, министры, депутаты почти все обвинили в смерти российской власти и лично Путина. В память об Алексее выступили и некоторые артисты на своих концертах. В Лас-Вегасе это была группа U2. А на концерте в Астане Юрий Шевчук посвятил Алексею песню «Свобода» прямо на концерте. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный свет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального. Стихийные мемориалы в память об Алексее появились не только в России, но и по всему миру. В десятках мировых столиц и небольших городах возникли такие же стихийные мемориалы, как и в России. Люди собирались в Аргентине, Грузии, США, странах Европы, в Таиланде, Южной Корее и Австралии. Почтить память Алексея люди выходили и выходят во всех уголках мира. Что еще раз говорит о том, что Алексей был политиком абсолютно мирового уровня. В Нью-Йорке на окраинах здания посольства пустили вот такую голограмму с Алексеем. Вот она на окнах, на фасаде. В Берлине на акцию протеста вышли Пуся Райт. С ними вышла и Люба Соболь. Они держали огромные плакаты с надписями «Убийца на русском и немецком языках». Правда, полиция не позволила участникам акции пройти к Бранденбургским воротам. От посольства России до них пять минут пешком. Сегодня 19 февраля, 726 день войны. Четвертый день, как с нами, нет Алексея Навального. Мы продолжим работать для вас и рассказывать новости. Спасибо всем, кто поддерживает, кто пишет об Алексея, выходит на акции, приносит цветы. Это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.